В ногу с выборами. Мариупольским школам, где находится большинство избирательных участков, сегодня для полного комплекта оказалось не хватает пандусов. Озаботились проблемами инвалидов и их передвижения в департаменте развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Сегодня заезд для колясочников оборудуют в 15-й школе в районе Чуебушки. Для вещей разрешить работы до нового года. Им надо сюда подняться, проголосовать. Для этого, естественно, надо обязательно, чтобы эти пандусы были соответствующими гостям. Это технический персонал, который за долгие годы практически не видел среди избирателей людей с ограниченными возможностями. Сколько выборов, один раз инвалидно. Администрация школы уверяет, что пандусы для детей, которые обучают на дому. Они не ходят в школу, но иногда им необходимо общение. У вас таких детей, колясочная, одна девочка. То есть вы для нее фактически делаете распандусы? Фактически нет, не только для нее. Предполагается, что отрежать школу смогут мамы с колясочкой. Ну вы же знаете, что и вообще школьное крыльцо здесь намерены полностью перепланировать. На эти цели запланировано 140 тысяч гривен из городского бюджета. И главное, проводить тендер. 300 тысяч не нужно уже тендер проводить? Нет, 300 тысяч. А, это по каким-то новым правилам, да? Да, капитальный ремонт свыше 300 уже надо делать. А сейчас вроде больше будет даже около миллиона. Тут работы много, и не только пандусы. Это пандус половина, часть работы даже меньше. Сегодня пандусами уже оборудованы школа номер 7, 4, 67 и третья школа. Городские поликлиники и больницы выполняют работу фирмы, которая также облагораживает источники питьевой воды по заказу зеленого центра Метинвест. В следующий 16-й год у нас уже заложено несколько источников. Сейчас разрабатывается там документация.